Футбольный турнир Кубок Золотого Рога прошел во Владивостоке. Традиционные соревнования проводились среди мальчишек 2007 года рождения. В этот раз за главный трофей вели борьбу 12 команд. Организаторам удалось собрать по сути лучшие коллективы со всего округа. Помимо столицы Приморья на поле были представлены и Хабаровск, и Сахалин и многие другие города. Два дня боевых и бескомпромиссных баталий выявили четверку лучших. За выход в финал поспорили луч и локомотив из Уссурийска. Хозяева поля одержали верх со счетом 3-1. В другом полуфинале лицом к лицу сошлись океаны Знаходки и армейцы Хабаровска. Напряженный матч завершился победой СКА. Таким образом в финале получилось дальневосточное дерби, однако приморский луч смог безо всякой интриги одолеть хабаровчан с сухим счетом 4-0 и в итоге забрать главный приз турнира. Фестиваль экстремальных видов спорта прошел во Владивостоке. Ежегодные соревнования под названием «Мосты» собрали на рампах спортивной набережной более 200 участников со всего Дальнего Востока. Свои трюки и навыки катания показывали как опытные спортсмены, так и новички в возрасте 4-5 лет. Традиционно на соревнованиях были представлены три основные дисциплины – самокаты, скейтборды и трюковые велосипеды BMX. И в день квалификации, и в день основного зачета способности экстремалов оценивали по 3-4 судей в каждой из категорий. Среди них, к слову, были специальные гости – члены Олимпийской сборной России по велоспорту в дисциплине BMX. Основными критериями оценки трюков были риск при выполнении, амплитуда, скорость, техничность и зрелищность. В итоге, практически во всех видах программ первое место досталось экстремалам из Владивостока. Как отметили организаторы, победители соревнований этого года представят Дальний Восток либо на ноябрьском мировом старте FISE World Series в Китае, либо на будущем чемпионате России. Чемпионат Приморья по автокроссу на Багги завершился в Большом Камне. Этот город принял пятый и последний этап открытых краевых соревнований, которые, к слову, начались еще в мае во Владивостоке. Всего для участия в решающих гонках заявилось 8 пилотов на своих практически самодельных автомобилях. Соревнования прошли в 5 заездов по 5 кругов протяженностью около 1 км каждый. С первого заезда за лидерство в гонке боролись Игорь Беличев и Владимир Агафонов на Багги с двигателями Хонда. Третьим же держался и в итоге финишировал Евгений Евсеев из Владивостока на своем Багги с двигателем Тойоты. Этот результат, в свою очередь, повлиял на итоговый протокол, где Евсеев в общем зачете стал победителем всего чемпионата. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.